Жители региона продолжают выбирать одного из четырех кандидатов на пост губернатора Московской области. Напомним, в Серпухове работают 107 избирательных участков. Как завершился второй день голосования, расскажем во всех подробностях. Ровно в 8 утра избирательные участки в Серпухове Протвиной Пущино открылись. В числе голосующих много волонтеров, в их числе Марта Мирненко. Супруга бойца СВО во второй день выборов пришла проголосовать одна из первых. Читает реализовать свое конституционное право долг каждого гражданина и патриота. Я всегда хожу на выборы, потому что считаю это ответственность каждого гражданина Российской Федерации. Потому что от этого выбора зависит будущее наше, будущее города. Это новые дороги, детские площадки, школы, сады, медицины. Я голосую, чтобы происходящие перемены в нашем городе, округе и области продолжались. И, конечно же, чтобы было мирное небо над головами наших детей. Мирное небо над головой для ребенка – самоценный подарок. Бывшая малолетняя узница концлагерей Руфина Киселкина знает об этом не понаслышке. Вспоминать о страшном времени, когда соль была дороже золота, не любит. Рассказывает сейчас все по-другому. Родной Серпухов, как и регион в целом, процветает. Уверена, голосование – возможность каждого выбрать будущее. Я в молодости всегда была секретарем избирательной комиссии. Так что мне эта работа очень знакома. Я пришла выполнять свой гражданский долг. Мне дана конституция. Я имею право быть избранной и избирать. На участке приходили отдать свой голос за развитие региона и светлое будущее новых поколений, не только молодежь, но и жителям серебряного возраста. Большие перемены проходят в городе за последнее время и в области. Построен стадион, готовится долгострой, переход на железнодорожный. Плюс школы готовятся новые, строятся поликлиники у нас в городе. Поэтому нужно выбирать власть, которая помогает жителям. Пенсионерам большое внимание уделяется. Плюс членам семьи и участникам СВО большая помощь оказывается. На выбор ходить нужно обязательно, для того, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит в городе, в области. Судьбу региона определяют сами жители, уверена руководитель центра Зонария. Тахмина Мокон опустила бюллетень в урну, не сомневаясь в своем выборе. Она отмечает, что регион развивается. Впереди новый виток перемен. Я участвую в выборах с чувством патриотизма, так как активная гражданская позиция. Я считаю, что надо проголосовать. Мы выбираем будущее нашего региона. Мы выбираем людей, кому доверяем, будущее развития нашего региона. Поэтому считаю, что надо прийти проголосовать. Приходили и голосовали на участках целыми семьями с детьми, активисты и партийцы. Для старейшего члена Серпуховского местного отделения «Единая Россия» голосование – добрая традиция. Валерий Лешманов стоял у истоков создания ячейки в Серпухове. Сейчас по-прежнему работает в партии в наблюдательном совете. Активная гражданская позиция – его кредо. Мы сегодня видим, как хорошеет и развивается наш любимый город. Один из лучших городов Подмосковья. Это мнение тех гостей, которые сюда пребывают. Поэтому я сегодня проголосовал за то, чтобы развитие нашего города продолжалось. Чтобы городской округ и регион в целом развивались и дальше – это желание каждого жителя. Вместе с избирателями во второй день выборов проголосовал и заместитель председателя Совета депутатов Серпухова Павел Кущин. На выборы всегда ходят, по крайней мере, я точно с хорошим настроением, потому что мы голосуем за будущее, за нас, за наших детей, за нашу Родину. Мы всегда ждем каких-то перемен. Каждый человек, наверное, ждет, чтобы завтра будет лучше. И последние годы это происходит. Город преображается. То есть много дел, строится школ, детские сады, дороги. Ну, в принципе, все идет к лучшему, на самом деле. За последние годы очень многое изменилось, только в хорошую сторону. Процедура голосования организована с учетом всех требований безопасности. Пункты работают в штатном режиме. На каждом избирательном участке наблюдатели внимательно следили за ситуацией. Для участия в наблюдении за выборами в Подмосковье в этом году прошли обучение около 12 тысяч человек. Ничего не зафиксировано, все хорошо. Жители идут с хорошим настроением, голосуют, как принимают участие в выборах губернатора, так и принимают участие в конкурсе «Вклад в будущее». То есть все хорошо, настроение у всех отличное. На каждом участке в нашем городе есть наблюдатели от общественной палаты. Поэтому мы ведем наблюдение, чтобы все происходило в штатном режиме. Также каждые два часа мы сообщаем, какая ситуация на участках. Исполняем золотой стандарт, как это принято, общественная палата Московской области. И также сообщаем Московскую область о ходе голосования в городском округе Серпуха. Ход голосования, работу избирательных участков проверяют депутаты Московской области. Андрей Голубев сегодня побывал в Пущино и оценил организацию избирательного процесса. Хочу отметить везде высокую организацию выборов, хорошая подготовка помещений, удобство для избирателей в том, чтобы сориентироваться, куда пройти, где найти свой адрес для голосования. Но что очень важно, присутствует вся информация о всех кандидатах, о порядке голосования. Очень важный аспект, что на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели, представители СМИ, причем наблюдатели, представляющие разных кандидатов, разные политические партии, общественные организации в лице общественной палаты. Если у вас возникли вопросы по избирательному процессу, звоните на горячую линию Мособл. избиркома по номерам телефонов, которые видите на экране. Или в территориальную избирательную комиссию Серпухова. Выборы губернатора Московской области завершатся 10 сентября. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 часов вечера.